Всем добрый вечер, спонтанная партия на шахматной планете. Блиц, соперник с рейтингом немного выше, чем 3000. Славянка. Ждем ответа белых. Надеюсь, что CD сыграна не будет. К счастью, нет. Слон G4. Надеюсь получить вариант, который я разбирал в видеороликах около полугода назад. Если конь G4 и конь G4, если белый подадет Е4 сейчас. В Е3, наверное, ход проще и сильнее. Приходится соглашаться на обычную славянскую структуру. Да, опять это грамотно. В целом черные сами были бы рады пойти опять в многих позициях. Но ничего. В целом ни одной плохой фигуры нет. Чуть меньше пространства, но жить можно. В какой-то момент буду пытаться провести Е5. Да, после Е4 выбора уже просто не остается. Шесть, наверное, ничего не портит. Скорее всего соперник отойдет на Ш4. Нет, размин. Размин это интересно. Да, ну по идее. Такой структуре белые не могут патендовать на перевес. Конечно, неприятный момент, что у белых уже пешка на А5. То есть белые, наверное, могли бы рассмотреть ход А6, но в любом случае проскочили этот момент. Разный цвет, в целом. Черных отличный слон на Д4. Проблем быть не должно. Да, к сожалению, не успеваю выбросить ферзя на Б4. С максимальным эффектом. Может быть все равно ферзь Б4 есть ход, да? Потом пешка на А5. Давайте попробуем. Ферзь Е1. Ведь мы на Ферзь А5 что-то ролик, он Д5 задуман. Интересно. С этой стороны все-таки лишняя пешка есть лишняя пешка. Почему бы и не взять? Коль Д5 просто Ферзь Д8. Да, разноцвет, но черный играет с позиции силы. Так, клади С2. Понятно, видимо, просто профилактика. Расширю короля на Ж7. Уберусь под рентген А7, С4. Клади А2. В целом пока без угроз. Поставлю Ф5. Крикозит слон Ф2. Уже, понятное дело, что это не угрозно. Кстати, белые хотят пойти ладья Ф3. Наверное, Д7 неплохой ход. Защищая пешку, ладья может быть в вариантах на Д7 переходит. И А6. Да, интересно, некоторое давление белое разбили. Мне очень приятно. Я наберу слона, предложу размин ладей. Немножко отстал по времени. Но личная пешка все еще сохраняется. Ладья на А6 сделать нечего, наверное, уберет ее, да. Что-то мы успели прихватить линию. В4 стоит подрезать. ЛМ придется соглашаться с некоторым структурным дискомфортом. Даже 4. Теперь фикс идет на Ф4. Правда, что с этого толку, не совсем понятно. Ставлю ладьона Д4. Не то, чтобы этого хода был какой-то смысл, но мало ли, может быть, пригодится. Вот тут придется принимать тяжелый выбор. Тяжелое решение. Ладно, сохраню пока ферзей. Наверное, поведу ладью на линию Ф тогда. Выглядит карава, но может быть какой-то смысл есть. Ферзь перейдет на Ц5. Да. Слон на Д4, ладья квадает на Ф4, ферзь на Ф6 или на Ц5. У нас на Д4. Ходя Ф4. Ферзь на Е7 держит обе бежки. Да, вот вынудили ослабление. Что теперь делать дальше? Наверное, сначала пропущу ферзя, потом уберу ладью, ферзя на Ф4 и попытаюсь дать какой-то мат. Выкатить неубедительно, но другого плана всегда не видно. С ферзей, кажется, на Ж3 это будет очень приятно, конечно. А просто он дадут ли. Да, и настолько, видимо, спернику не понравилась позиция, что даже решил сдаться. Действительно, похоже, что от перевода ферзя на Ж3 удовлетворительной защиты уже здесь может и не быть. Ну, неплохая стратегическая победа в Словянке. Конечно, соперник сильно помог на выходе с дебют. Надеюсь, вам было интересно. Всем спасибо за внимание. С вами был Никита Петров. С вами был Никита Петров.